И жизни лик подернулся гримасой, Метался компас, буйствовал народ. И над землей, и над людской умасой Свершало солнце свой законный ход. Это стихотворение «Земное эхо солнечных бурь» Александр Чижевский написал в 23 года. Ему прочили будущее поэта. Маяковский о стихах Чижевского как-то сказал. «У вас две любовницы, наука и поэзия. Они никогда не уживутся друг с другом. Надо выбрать одну. Чижевский выбирает первую и становится пионером новой науки – космической биологии». Он настолько пережил еще свое время, что даже ученые не все его понимали. Ну и будем говорить, что его только недавно стали по-настоящему понимать. То, что солнце влияет на ход истории, Чижевский обратил внимание еще 17-летним юношей. Когда его отец, полковник артиллерии, ушел на фронт в 1914 году, Шура на карте отмечал флажками позиции войск. Обвлекаясь астрономией, он наблюдал за солнцем. В день, когда на карте флажки надо было переставлять часто, то есть шли активные боевые действия, на солнце появлялось много пятен. Насколько эти события связаны? Этот вопрос Чижевский задал самому Циолковскому. На что ученый ответил. Да было бы удивительно, если бы этого не было. Но вам, молодой человек, придется зарыться в изучении статистики, точных наук, исторических наук. То есть очень и очень много поработать. Почему Чижевский поступает сразу в два института? Жизнь солнца ученые отмеряют 11-летними периодами. Светило то спит, нет ни вспышек, ни пятен, то бодрствует. Чижевский простудировал кучу архивов. Сопоставил солнечные циклы с мировой историей. Результаты ошеломили его. Все масштабные исторические события случались в период активного солнца. Подтвердил это и век 20-й. Даже в 20-м веке, который, казалось бы, технократическое, так мало зависит от окружающей среды. Но вот 905-й год максимума солнечной активности, 917-й год максимума солнечной активности, и, наконец, события 91-го года тоже максимума солнечной активности. Новаторские идеи молодого ученого восприняли не все. Его обвиняли в мракобесии, называли солнцепоклонником. Чижевский это высказал еще давно, что революции зависят от пятен. Так его за это очень строго ругали, критиковали, вплоть до того, что он отсидел в тюрьме. Ученый не обращает внимания на критику. У себя дома в Калуге создает лабораторию, изучает ионизацию воздуха и параллельно влияние солнца на микроорганизмы. И снова получает подтверждение своей гипотезы. Палочки каринобактерий, которые вызывают дифтерию, за несколько дней до солнечной вспышки меняли цвет. В 1940 году Чижевский построил живой биотелескоп, который за 2-3 дня мог предсказывать солнечную вспышку. То есть вот эти каринобактерии, валютиновые зерна каринобактерии, они за 2-3 дня до вспышки на солнце меняли окраску. Сегодня идеи Чижевского, что все живое, солнцезависимо, уже не вызывают сомнений. Информацией о грядущей солнечной активности пользуются оперативные службы и врачи-скорые. Именно во время магнитных бурь увеличивается количество аварий, инфарктов и инсультов. Нынешний 2012 по прогнозам год активного солнца. Однако если какие-то происшествия человек способен предотвратить, то история пока подвластна только солнцу. Субтитры создавал DimaTorzok